Привет, это Ребуар, но у Питера Андерсона вышел новый ролик, который называется, короче говоря, Ненавижу Попыт, и я его прям прекрасно понимаю, я эту штуку в руках не держал, и 100% не буду я её покупать сам за свои деньги, потому что она мне абсолютно не нужна, но она меня настолько достала тем, что она практически везде сейчас светится, к тому же я недавно иду по улице, идёт какой-то маленький парень, и у него за пазухой, точнее, из штанов торчит вот эта вот фигня, я так вот думаю, если это антистресс, нахрена его брать с собой на улицу, блин, такая здоровая шаболда, блин, у него в штанах торчит, зачем, оставь её дома, блин, дома попука этой херни, короче, я не понимаю, зачем эта штука нужна, и она меня реально очень бесит, и судя по первым кадрам, Питера Андерсону она сделала что-то прям очень такое злое, что она её бьёт, короче, давайте посмотрим, уверен, что ролик будет офигенный, как и обычно, погнали короче она ему прям реально вывела из себя, что он решил её отпинать чё говоря, я ненавижу PUBG прям сильно ненавидит это был гороховый день а гороховый день, это чё, вторник? потому что я уже третий час шёл к моей бабушке на дачу и уплетал горох за обе щёки а зачем? ты же идёшь к бабушке на дачу, и наоборот, надо бы, чтобы ты был, как бы, это, голодный, потому что к бабушке придёшь, и не уйдёшь, пока не съешь всё, что у неё есть, в холодильнике какой горох хотя нет, за одну, точнее, за четвертинку правой щёчки спросите, почему так произошло? ну просто на автобусах только лентяи ездят, а я за ЗОЖ ну и горох тоже невероятно полезен сын еж... ещё не понял, почему здесь автобусы, ну-ка ещё раз хотя нет, за одну, точнее, за четвертинку правой щёчки спросите, почему так произошло? ну просто на автобусах только лентяи ездят, а я за ЗОЖ ну и... Я думал, это относилось к тому, что он за четвертинку щечки засовывает себе горох. Это оказывается то, что, типа, долго шел, понял? Горох тоже невероятно полезен. Сын, езжай копать грядки к бабушке. Ну, мам. Ненавижу дачи на самом деле. Лето только началось. Если сейчас же не уедешь, я тебя лично из дома вытолкую и не дам денег на проезд. Ты из еды в шпиндюре тебе только тухлый горох, тебе по... А, из-за этого, понял. И чай тухлый, ты лучше бы выкинул его, фу. Понятно. Позвонил в калитку. На удивление ее открыла не бабуля, а Бася. Ой, Питер, проходи. А что он там делает уже? Давно? И, наконец-то мы сможем поиграть в Попит. Что за бред? Зачем играть в Попит? Берешь и, опа, все, какие тут... Хороший клабур получился. Я на самом деле вообще даже не представляю, как в эту штуку играть. Типа, сидят два чувака. У каждого по Попиту. Такие... Весело! Могут быть игры. Но Вася объяснил мне, что Попит это такая антистресс-игрушка, без которой он просто жить не может. Прям не может. Вообще не может, да? Я отобрал могу эту хрень. Ну-ка, чё, живешь еще? Типа, значит, можешь? Он умер, раскопал... А, серьезно что ли? Нифига себе, я думал, выживет. Попал могилу, положил туда Васю, закопал, поставил крест, помолился. Так бы было, если бы Вася сказал правду. Но поскольку он гребаный врун... А, все-таки выжил, хорошо. Слава богу, блин, а то я думал, реально... Он стоял без своего Попита и прекрасно себя чувствовал. А так у него же еще один в кармане есть, поэтому надо его тоже достать. Я поблагодарил Васю за такую важную информацию и пошел смотреть, что это за Попыт такой. Выглядит, как какая-то безделушка, но чувак, который... Ну, так она и выглядит. Ее придумал, конечно, гений. Согласен, гений, блин, потому что эту херню он продает за 600 рублей за штуку. Типа, кусок резины или пластика, хрен знает еще, без разницы. 600 рублей. Что? Надо придумать тоже какую-нибудь бесполезную фигню, которую будут все покупать. Но у меня не хватит мозгов. Итак, что вы изобрели, чтобы заработать столько денег? Я ядерный реактор. Я ракету. Смартфон. А я поп-ит. Все-таки резиновая. Так, что с ним надо... Зато он придумал какую-то фигню и разбогател, поэтому это наоборот умный человек. Что делать? Попробовал помять. Хрень какая-то, стресс только прибавляется. Потому что ничего не получается, да? Выпустить пар и отработать удары на Попыте. Теперь ты не Попыт, а Попит. Что так с... Ну, это как-то немножко странно. Смотрите, когда-нибудь я обязательно научусь шутить. Я бы хорошо, что сам понял, что это прям очень странно было. Может, с ним что-то другое надо делать? Набрал на Ютубе, как играть с Попыт. Я знаю, что надо с ним делать. Взять, разрезать и сжечь. Там врубил видос. В начале ролика чувак рекламировал клинику для умственного отстал. Красавчик. Интересно. Он где-то написал, типа, в своих соцсетях. Типа, я начинаю делать ролик по Попыту. Ему сразу клиника для умственного отстал. Чувак, мы знаем, что тебе надо. Это что, если я не разобрался в какой-то модной игрухе, я сразу тупой? Опять у меня один стресс из-за этой фигни. Написал ему гневный комментарий. Он попросил прощения за такую рекламу, поскольку мой случай слишком серьезный и никакая клиника тут не поможет. Все, чувак, ты безнадежен. Ты купил эту хрень. А нет, Питер же ее не покупал, точно. Да пошел он! Но ролик все-таки посмотрел. Оказалось, надо тыкать на эти пупырки. Попробовал. Они еле нажимались. От этого еще сильнее. Почему они еле нажимаются? А зачем тогда они нужны, если они еле нажимаются? Так. Припекало. Попробовал с другой стороны. О, чуть лучше нажимаются, но все равно... Охерня! Как же у меня бомби, да бесплатно я попричитаю пленка в пищу раз лучше. Ну, она на самом деле не очень бесплатная. Это если тебе приходит много посылок, то да, она бесплатная, но вообще она денег стоит. И сейчас ты ее вроде как хренги достанешь, но по крайней мере, я так думаю, из-за того, что прекратили вообще ее производство. Ну, блин, пупырчатая пленка это прям тема. Я такой вот сижу на это такой... Классная фигня. Увидел за забором соседку, которая мне нравится, и которая смотрела на меня как на дебила. Представляю, какой-то чувак уже час орет на все село на пупырчатый флаг ЛГБТ. Зашел домой от греха подальше. Ну вот, еще и расцветка какая-то идиотская. Обычная расцветка, ну ты че, она, блин, прикольно выглядит. С соседкой теперь не замутить. Как же... Только из-за расцветки. Я же я ненавижу этот гребанный поп-тит. Нифига себе, его грохнула, блин, резинка. Как-то странно это позвучало, как-то... Так. Вы понимаете, что он сошел с ума? Ах, да, все началось еще с просроченного гороха. Сынок, зачем тебе этот горох? Он тухой. В смысле, ты же сама сказала, бери его, не, или что это? Типа, он по-другому... Это ему все показалось, что? Возьми хотя бы денег на проезд Не хочешь мне денег давать, так и не давай Так, окей Потом он начал называть бабушку Васей И вместо того, чтобы копать огород, начал орать и делать что-то странное с лопатой Я чуть попозже расскажу по этому поводу Один стресс от тебя После чего даже бросил себе её на голову Ну тогда понятно, почему он вырубился на самом деле Да, потеряли мы Питера Ну я ему тут купил игрушку для недоразвитых Для недоразвитых Он в дискреймер, кстати, вначале не сказал, поэтому он реально так считает Может она ему поможет Короче говоря, ненавижу попу и лопату Я лопату тоже ненавижу, потому что лопата Это символ того, что тебе приходится копать картоху Не хочу я копать картоху Напиши в комментариях, нравится ли тебе поп-ит Как по-моему, нормальный антистресс, но быстро надоедает Ну и поставь лопату Ладно, окей Поп-ит, говно Поп-ит, говно Ищите коментик и оставляйте там свои коментики Говно, потому что, да? Лайк, подпишись на канал Так, насчет концовки Совсем недавно у Ванту Была тоже такая концовка, которая переворачивала весь ролик Интересно, Питер Андерсон вдохновился или нет Жду комментарий Но ролик вообще получился очень классный Концовка реально тоже не это, как она называется Неожиданная для меня И сделана забавно Но просто такой, блин, Уванту недавно видел И Питер Андерсон так же сделал Что-то как-то не понял Но, в любом случае, ролик прям офигенный Поп-ит я до сих пор не люблю И не собираюсь покупать эту шнягу Потому что я возьму пупырчатую пленку И лучше ее попукаю Потыкаю Пожамкаю Ну вы поняли, короче Я не знаю, что с ней делают Просто вот так вот Мнут Прикольная штука Офигенный ролик Лайк я уже поставил Да, поставил Но если вам понравилась моя реакция Не забывайте ставить под ней лайки Обязательно подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии С вами, как всегда, был Реборн Всем спасибо за просмотр Всем пока Реборн